Покупая загородный дом, эти люди были уверены, 19 век позади и электричество уже давно доступно в каждой деревне. Как же они ошибались? Перебои в подаче энергии здесь происходят регулярно, несколько раз в месяц. В последний раз свет отключали аж на трое суток. Ни воды, ни света, ничего нет. И сколько можно это терпеть? Радуги портятся, телевизор у меня сгорел, вот эти перепады вот. В домах ломались холодильники и стиральные машины. Насосы для подкачки воды переставали работать. Все выходные жители садоводства пытались дозвониться до ангарских электросетей. Довести до жителей актуальную информацию о причинах поломки и ходе работ на линии электросети оказались не в состоянии. Они нам ничего не отвечают, говорят, ремонтируется, делается, будет. Все, вопрос у нас такой. У нас за этот месяц, вот только начался, уже третьи сутки, третий раз отключили свет. У перебоев есть свои причины. Большая часть лэб изношена, оборудование то и дело выходит из строя, а некоторые столбы разваливаются прямо на глазах. Зато платежки за эту труху жители стеклянки и близлежащих садоводств получают исправно. У меня есть с собой акты сверки. Если мы, например, в 15-м заплатили за садоводство полностью за год 300 тысяч, в прошлом году, в 18-м, мы уже заплатили 600 тысяч в два раза. Неужели за одно садоводство нельзя с этих средств выделить на ремонт и восстановление линий, электропередач? У председателя на руках еще целый ворох бумаг. Есть переписка с областным правительством и окружной администрацией. Немало писемы от представителей электросетей. Впрочем, по словам местных жителей, добиться вразумительного ответа от обл. коммунэнерго – задача не из простых. На все запросы – отписки, на телефонные звонки – отговорки. Наша съемочная группа решила сама побеседовать с начальством ангарских электросетей. Руководителя на месте не оказалось. Главный инженер от комментариев отказался. Такую скромность или занятость руководства можно было бы понять, будь у торговцев электричеством, хорошо отлаженная обратная связь. Только вот в приемной трубку берут через раз, а телефон аварийной службы и вовсе оказался недоступным. У нас вообще все городские телефоны работают. 0508, может ли? Это аварийный, да. 6708, да. Округлосуточная работа. Звоним. Абонент в сети не зарегистрирован. Пожалуйста, перезвоните по сети. Абонент в сети не зарегистрирован. Пожалуйста, перезвоните позже. Аварийная. Вот ищи-свищи хозяев проводов, когда на линии закоротит очередной кабель. На сегодняшний день в местных садоводствах круглый год проживают около 900 семей. И, как говорят жители дачных домиков, мириться с обстоятельствами не намерены. Запровожить в 21 веке без лампад лучин и коромысла, готовы писать жалобы во все инстанции. Глядишь, и на этих улицах зажжется свет. Александр Бычков, Дмитрий Новопашин, Дмитрий Швецов. Местное время.